Что будет в новом выпуске, я так долго тебя ждал. Прежде всего не забудьте поставить лайк нашему видео. Село не отказалось от намерения отомстить Эролу. Эрол же не может нести вину за разрушенные жизни после непреднамеренно вызванной им смерти. Пока Элис пытается узнать, кто ее отец, Кадир наконец находит разгадку. Мерьем, которое появляется перед село, когда он меньше всего этого ожидает, удивляет его своим сходством с Захиди. Видя, которое получает Джемаль, показывает ему, что он не единственный человек, который знает о совершенном им убийстве. Село Эрол, встретившееся лицом к лицу в стеклянном доме, наконец-то поделятся своим козырем. Представьте, что вы управляете каждым моментом своей жизни, как будто вы находитесь в игре. Нет ничего настоящего. Все основано только на лжи. Жизнь, полная фальшивых друзей и людей, которые интересуются тобой только из-за твоих денег и улыбаются тебе. Трагедия, постигшая Захиди, опустошила обе семьи. С одной стороны, Джемаль и Михри пытаются спасти Эрола из этой ситуации, а с другой, село, желающий отомстить за жену. Пока Кадир выясняет, имеет ли Эрол какое-либо отношение к этой смерти, подозрения село в этом направлении постепенно усиливаются. Кадир, который ни на мгновение не оставил Айлис одну после того, что она пережила с Серканом, поддерживает Айлис в поисках отца. Когда село и Эрол наконец встретятся лицом к лицу, чтобы отомстить, сможет ли Кадир остановить село. Айлис, встречающая свою мать в доме Кадира, не слушает объяснений Кадира и просит его держаться от нее подальше. Кадир сдается. У него больше нет сил убедить Айлис. Но вскоре Айлис понимает, что ее чувства к Кадиру слишком сильны, чтобы их можно было подавить. Однако после случившегося переубедить Кадира, будет непросто. Эрол и село снова встречаются и сильно ссорятся. Эта драка заставит село покинуть дом вместе со своей семьей, и произойдет великая трагедия. Айлис потрясена, когда фамильные кольца отца Кадира скатываются и приземляются к ногам Айлис. С этого момента жизнь всегда сводит их вместе. Хотя эти встречи каждый раз приближают Кадира к Айлис, они пугают Айлис. Потому что Айлис собирается выйти замуж за другого. Айлис, он научился ни к кому не привязываться, когда мать оставила его в детском доме. Вот почему она хочет выйти замуж за Серкана. Он не влюблен в нее. В его глазах это просто убежище. Но все меняется, когда он видит Кадира. Он сразу понимает, что это то чувство, от которого он бежал годами. Хоть Айлис и старается держаться подальше от Кадира, жизнь связывает их невидимыми нитями, и каждый раз они снова сходятся вместе. Встретив эти чувства, Айлис не может выйти замуж за Серкана, но старается держаться подальше от Кадира. Когда Айлис и Кадир наконец воссоединяются, раскрывается большая тайна. 13 марта 1992 года. Дата, когда семья Рен была рассеяна сильным землетрясением. Кадир Рен открывает глаза, когда считается, что он умер в возрасте 17 лет, и его кладут рядом с другими трупами. Он вернулся к жизни, но потерял отца, которого любил больше жизни. Его мать вышла замуж за другого мужчину. Кадир больше не может держаться за жизнь, ему всегда чего-то не хватает. Пока он не увидит Айлис. Фамильное кольцо его отца, которое он так и не снял с пальца в тот день, скатывается и приземляется к ногам Айлис. Точно так же, как кольцо его отца пришло к его матери. С этого момента жизнь всегда сводит их вместе. Хотя эти встречи каждый раз приближают Кадира к Айлис, они пугают Айлис. Потому что Айлис собирается выйти замуж за другого. Поскольку грязные тайны двух семей раскрываются одна за другой, выдержит ли любовь Кадира и Айлис это испытание? Например, наши чувства и мысли могут внезапно измениться, даже не осознавая этого. Мы можем попробовать еду, которую, как мы сказали, никогда не будем есть, надеть платье, которое, как мы сказали, никогда не наденем, или спросить, готова ли я. Может наступить день, когда мы сможем взглянуть на человека, которому звоним, с совершенно другой точки зрения. Хотя наши различия, культуры, семейные структуры, и иногда даже наши убеждения мешают нам любить другого человека, может наступить время, когда наше сердце бьется только для него. Сами того не осознавая, мы хотим провести с ней каждое мгновение, завидуем ей, даже думаем, что не сможем без нее дышать, когда придет время, и короче называем это любовью. Несмотря на то, что в сериале произошли огромные изменения, он не утратил ни одной из этих особенностей, и я все еще подвергаю сомнению совершенно новые ощущения с каждым новым эпизодом. Вопрос, о котором я долго думал на этой неделе, это боль. Да, это больно. Так же, как о любви и дружбе, об этом сказаны тысячи слов, написаны стихи, песни и спеты народные песни. Это означает, что боль не в каждом организме проявляется одинаково. Здесь нет универсальной истины. У каждого из нас в жизни есть секреты, о которых никто не знает, возможно, это чистая ложь. Такой, который не наносит вреда нашей окружающей среде, и даже если бы они знали, это не сильно на них повлияло бы и не изменило бы их жизнь. Мы к ним привыкли, поэтому не находим их странными. Что, если нам лгут и от нас скрывают правду о нашей жизни о чем-то, что глубоко потрясет всю нашу реальность и заставит нас усомниться даже в нашем существовании? Что, если мы стали жертвой злонамеренной лжи, сказанной якобы для нашего же блага? Тогда неданные объяснения, не предложенные взамен оправдания не будут иметь никакого значения. Несмотря ни на что, это значит, что нас обманули, обманули и прожили ненастоящую жизнь. Мы любим показывать свою боль в качестве примера друг другу. Наша самая популярная поговорка, чем твоя боль отличается от моей. Я считаю, что это очень неправильный и ошибочный подход. Представьте себе, если три человека ударят себя по рукам с одинаковой силой, все трое почувствуют это по-разному, но, возможно, если вы спросите, всем троим будет очень больно. Именно это и происходит. Люди по-разному испытываются в этой жизни, они испытывают совершенно разные боли, и боль, которую они испытывают, может быть для них очень болезненной. Я думаю, что здесь не должно быть никакого сравнения. Прокурор Пиннер, она красивая женщина с чрезвычайно сильным характером, умным, серьезным и суровым стилем. В процессе развития подозрительной смерти Захиди он поймет, что Джамаль что-то скрывает и будет сотрудничать с Кадиром. Он попытается раскрыть тайну, преследуя убийство. На этом наше видео «Я так долго тебя ждал» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео. Пока.